По плану забудовы этой территории, которая была до 2017 года, там должен был находиться еще один корпус школы и корпус детского садика. Наше требование одно, на данный момент, чтобы комиссия, рабочая комиссия, вынесла решение или предписание, так как это коммунальное предприятие застраивает, дало предписание на пристановление работ до момента урегулирования всех этих спорных моментов. Мы сегодня вызвали следующее оперативную группу с целью установления факта злочина. Злочин это стоит забор, который у неможливый доступ детей там или доступ пожарникам. На данный момент мы видим котлован и видим постройку высотного здания, 17 этажей, сейчас уже 24 этажа. Аварийный выход упирается прямо в забор, который огораживает стройку. По нормам должно быть не менее трех метров до стены, скажем, от аварийного выхода, от ступеньки до забора 60 сантиметров, не больше. За наявленную информацию, усі дозволенные документы на это строительство в полном порядке. Земля в полном порядке и соответствующие документы, соответствующие документы также. Нам стало известно, что есть вопросы в городской области на конце прошлого неделя. КМДА в пятницу провели тут визнанную комиссию, на которой они зафиксировали усі скарги. Сегодня они продолжают заседание и уже будут ставить вопросы, если вы знаете какие-то вопросы, ставить вопросы, каким чином вы решите. То есть, с боку КМДА работа ведется. Своего боку, Солонинская администрация сейчас также сделает все ответы, отрабатывает информацию. Мы сделали работную группу вместе с представителями громады, чтобы решить это вопрос объективно и очень быстро. Так же с помощью строительства научной школы и детального соперника. Сейчас мы будем использоваться все своих заходов, чтобы не было никаких поручений, поручений техники безопасности. Это наше головное вопрос. Если мы увидим, что действительно есть ошибки, и эти ошибки будут документованы, мы будем обратиться, кроме КМДА, мы будем обратиться также в правоохранительные органы, чтобы они объяснили, есть здесь ошибки, или нет.